итак всем привет с вами буран гараж 35 сегодня у нас на ремонте мотор рмз 640 и мотор привезли привез мне клиент сказал просьба была починить то есть допилить цилиндры картеру вот но посмотрев цилиндры цилиндры там стояли китайские один сезон и цилиндры на выброс об этом я запилю отдельно видео а сегодня на повестке дня вот картер двухканальный картер на варен аргоном то есть сначала подумал что это универсальный картер так как на половинках картера внутри туда со стороны вариатора то есть плоское место обычно на двухканальных картерах старых здесь такой как на конус сходится то есть нет такой плоскости и подумал что это картер универсальный но как оказалось приложив цилиндры то есть вырезал вот прокладочку по цилиндру да и получилось так что с этой стороны и с этой стороны примерно вот здесь вот именно в этом углу перекрытие было где-то прокладка перекрывала вот на половину то есть где-то здесь прокладки миллиметра 4 то есть перекрывала где-то 2 миллиметра максимум 3 миллиметра и этого не хватит ее продует то есть здесь в этом месте выдает короче отдал аргонщику вот он не заварил наплывал то есть вот наплавлено и вот наплавлено вообще нормально попросил говорю чуть-чуть наплать он не очень шикарно наплывал большой респект спасибо николаю работа хорошая сейчас выкручу шпильки и свезу александру на фрезеровку чтобы самому не испортить не бормашинкой вот это место ну вот это место стирать как бы это место ответственно по идее здесь будет стоять цилиндр дальше просверлим отверстия в этом карте этот картер старый отверстий нету то есть сделано отверстие крайним подшипником и уже будем собирать мотор выкручиваем шпильки и поехали ребята карте я уже свез остались вон одни шпильки от него выкрутил шпильки а сегодня весь день был гараже были вот такие лампы у меня но обычно лампы были гаражи а сегодня сюда светодиод очку поставил туда прожектор поставил сюда светодиод очку поставил вот как говорится по помойкам лазить не грех ну вообще нормально нашел даже не этот как вам сказать не стыдно мало взять сейчас еще поеду ну вот эти две только целый там нашел на дыбал вот а там еще есть на пару стекол таких именно и корпуса ну вот такие корпуса они на защелочках это стекло находит то есть вообще нормально четки вот суть этих ламп то есть лампы стоят светодиодная обычная вот эти люминесценки вон стоят эти лампы подключается с одной стороны фаза с другой стороны 0 и там тоже также торчат два усика и вставляется место как бы штатной лампы только что из светильника полностью полностью все вынята вот отложил их не стал чуть яму не упал не стал их выкидывать вот и получается что просто все выкидываешь оттуда и грубо говоря ставишь вам провод выводишь и все провод вы и сейчас поеду там еще мне надо что получается еще два корпуса есть мина еще собрать туда корпус один сюда один корпус и вот сюда один корпус здесь обычная простая лампочка он светодиодно вкручен вот и думаю что вот сюда еще один повесить а здесь в принципе стало ну сейчас нормально стало было как бы темновато было сейчас вообще нормально же стало светло сейчас видосики будет еще лучше с освещением ну что съездил я до как говорится мусорки помоечки только что смастерил был просто пустой корпус стекло ну стекло и корпус и корпуса еще если взять например вот этот то они склепаны с двух здесь сломаны был лампа светодиодная как люминец санка точно такая же взяты крепления для пластиковых труб две штучки влазить сюда плотненько раз картонка картонка обернута фольгу в пищевую все два крепежа вот и в пальчиками такой порезанным удовольствием в этом месте вам показать да наверно видали такие штучки вот они ну вот она целая только что она пилен немножко обрезан то есть эта штука для ну для электриков я не знаю как правильно называется просто вставляется два конца два конца провода в нее вставляются и все они там фиксируются замок вот они взяты одеты сюда еще здесь соответственно вот две лампы там две лампы будет здесь останется одна лампа пока что сейчас жду александра может приедет саня и привезет перфоратор здесь я лампу просто повесил нот провод верхний верхний провод идет прямо пластиковыми холмутами проводов подвесился вот в этом месте такого провода нету и поэтому не знаю тут на перфоратор вот один только светильник сделал для пробы брал ну попробовать как конструкция год и за недельку там может сколько время вот свободно переделаем еще вот эти два светильника то есть лампа такая стоит 235 рублей по моему такая лампа 26 230 50 герц то есть лампе не надо не стартера ничего не надо просто подключаться с одной стороны фаза с другой стороны 0 все проводочка там спаяна внутри вот еще подумал сейчас уже все заделал не подумал как будет крепление самого например светильника к стене то есть тут есть вот эти две пупырки через них по идее саморез должен быть вот я уже все закрыл может быть не знаю посмотрим как их привязать подумаем это уже не суть важно вот сюда решил надоели все эти банки разные все коробки ну были канистрочки обрезанные там такая аптечка вот хочется сделать вот такие вчера вот сделал один хочется сделать вот такие ящички то есть один вчера сделал надо еще раз-два-два хочу сделать сюда это под разносорт и один будет под мелочь то есть один под мелочь разделен на четыре секции делать не сложно чё тут фанера фанера саморезы все все заподлицо как бы не плотник но получилось неплохо как сказать попросил грунтов очка все красиво смотрите и так приступаем сборки мотора то есть вот так мне сделали фрезеровщик от фрезеровал вместо на сварки наварено было то есть наварено было и мне отфрезеровали немножко и эту поверхность чуть-чуть выровнялись одну десяточку сняли но это ничего страшного так сейчас вкручиваю обратно шпильки и будем примерять цилиндр цилиндра заводские р.м. качественно все заводское включу шпильки вот они у меня здесь шпильки включу предварительно сделаю отметочку сколько мне надо вы фрезеровать и выкручу обратно и будем фрезеровать потому что без шпилек удобнее во первых это раз и снимать тут надо немало то есть это двухканальный картер будем делать по четырехканальные цилиндры и сейчас ну вот даже если так прикинуть вот прокладку прокладка должна быть вот так вот видно сколько надо вы фрезеровать то есть с этой стороны также не столько на снять снимать буду не полностью дотуда до глубины а просто сделаю немножко так наскос как бы почему именно так считаю это более правильной переделкой потому что как так вам сказать остается тело картера да здесь сделаем просто по цилиндр чтобы заход на цилиндр был остальное оставим и получится так что мы волей-неволей сделали немножко как бы как как вам объяснить то есть на четырехканальном картере да там окна широкие и они до глубины вот до сюда сделаны то есть до сюда вот на этом картере же переделаны по четырехканальные цилиндры давление в картере будет создаваться чуть чуть побольше потому что объем картера чуть чуть меньше станет чем например на заводском четырехканальном картере но это будет только плюс то есть давление в картере больше значит сила продувки цилиндра будет немножко побольше вот сделал разметку то есть как делается разметка ставите цилиндры на на шпильки прикручиваете впускной коллектор сначала прикручиваете плотно впускной коллектор а потом притягивается цилиндр притянули цилиндры и обжали еще немножко впускной коллектор то есть после того как вы раскрутили шпильки до вас впускной коллектор держит цилиндр ровненько все и режем прокладочки по каждому цилиндру вырезаем прокладки прокладки переносим сюда то есть надо четенько сделать контур цилиндра а вот это лишнее внутри лишнее что нам нужно снять то есть снять нужно так чтобы маркера здесь не осталось сейчас не сейчас уже сейчас время уже у нас гараже свет выключает в 11 часов так сделано кооператив так решил что в 11 часов света отключается на этом все был такой маленький боже буду изредка снимать может что показывать по по мастерской что сделали ну и так изредка буду включаться чё там поделал чё переделал скоро ждите скоро будет хороший проект поможет всем начинающим будем будем делать будем делать новости выход это все всем удачи всем пока и до новых встреч подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте приятно видеть что люди подписываются задают вопросы много очень уже стало в группе парней тех кто шарит кто понимает снегохода то есть не первый день на их ездить и может помочь советом кроме я не говорю что рядом пиздец гурун что все понимают я тоже могу чего-то не знать правильно и всего не запомнишь и все в этой жизни знать невозможно проще забыть а потом взять книжку почитать вспомнить и уже лучше будет а если все постоянно запоминать это нереально парни ладно все всем пока